тетя катя тетя ира всем привет не получилось выйти в телеграм не то поэтому мы вышли ну никак без инстаграма никак ура слышно видно и я могу вас читать мне конечно ну как да очень хотелось читать очень хотелось видите вы видеть не кифра сейчас упадет с кресла мои хорошие про психосоматику говорим если среди вас сейчас я жду когда чуть-чуть побольше вас соберется есть ли среди вас люди человек индивид который бы который мучается каким-то хроническим заболеванием и хочет выйти на то самое чувство хочет при помощи меня сейчас прямом эфире готов выйти на то самое чувство которое связано с его хроническим заболеванием с его хроническим симптомам напишите пожалуйста что у вас напишите готовы я выведу вас в эфир мы просто пообщаемся чтобы сделать что-то если вы хотите произвести в этом доме можно если у вас есть это просто то что мне поставило что пакет севере есть что-то относительно о чем попробовала за ладонах для меня в дополнительных километров а также я думаю что не выжила что ведь что может быть выжила что-то даже если все мы сможем это и эта суть в доме я devo разогревать и чтобы выжила что-то проще Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, напишите, что у вас идет, потому что у меня все идет. ВПН включен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 вот есть у нас один сложный мне хочется его взять подождите вот это тоже интересно а у меня каждые полгода начинается тошниловка и я как будто жду когда она приходит я могу помпчать у нас это было не есть неделями от еды даже давай тошниловку возьмем юля правильно да я тебя выведу в эфир я помню ты писала выйти в эфир я вот юлю хочу на у нас два по два человека мой интернет наш инстаграм да юля скажи пришло у тебя приглашение я просто отправила не выходит еще раз отправила тянет вы хотите сказать инстаграм нифига а где смотреть у тебя на экране должно появиться вот я сейчас отправляю тебя что-то должно появиться на экране не может присоединиться может быть не та версия не может присоединиться по какому-то по какой-то причине так ой ой так так что еще здесь из того что было может быть никто не может присоединиться давайте териодит териодит да давайте 10 лет териодит ты готова чтобы я тебя в эфир вывела я сейчас выйти прямой эфир отправляю запрос на териодит от щитовидка о запросы на присоединение так мы сначала взяли а потом юля возьмем здравствуйте здрасте слышно что-то подтормаживает слышно да но как-то подтормаживает подтормаживает а мне кажется мы с тобой знакомы конечно я и была в измайл гостинице конечно и все я радую каждую учебу у вас хорошо мы хорошим ну давай мы кстати мы это не брали мы работали тогда с субличностями да у нас была история про внутренних женщин там про ну много чего да да интересная какая тема 10 лет ты говоришь что у тебя териодит скажи мне это гормон т4 до ттг там в основном но он на ноль падает потому что так как он высокий зашкаливает то гипофиз по моему его давит и ну прям слишком низко а т3 т4 высокий я переживаю хорошо давай не не переживай мы же сейчас пока просто ищем твои чувства ведущие да то есть и и и и и Продолжение следует... Так, что сейчас? Сейчас вроде начинает, ну, слышно, но вот, вот сейчас восстанавливается. Восстанавливается? Я просто переключилась на Wi-Fi, а то с Wi-Fi на это. Ну, давай попробуем. Ты, когда тебе будет не видно, ты прям говори, останавливай меня, да, потому что это важно, не стесняйся. Значит, давай, скажи, пожалуйста, у тебя, ну, в общем, скажем так, твое заболевание связано с щитовидной железой? Да, 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 конечно. Опиши, пожалуйста, что происходит в щитовидной железе? Узлов нет, ничего нет. Там аутоиммунная, это когда начинает сама себя кушать щитовидная железа. Да, и как следствие что происходит? Она у тебя не увеличенная? Нет. Именно вот гормональное идёт изменение. И вот лет 10 назад, и сейчас опять начинается, видите, глаз начинает вылезать именно правый. Когда начинается, мне периодически становится, как пригипа. Вот когда сахар падает, начинается такая трясучка, меня начинает трясти, мне нужно срочно поесть. И вот тогда, лет 10 назад я даже легла в госпиталь с этим совсем делом. Хотели меня гормонами напичкать. Сказали, надо выпить йод этот, как он называется-то, радиоактивный, чтобы щитовидку вообще уничтожить. Я говорю, не-не-не, я таблетки ничего не стала пить. Она говорит, всё, я тебе тогда выписываю. Выписала, и я тут занималась йогой. Вот, ну, начала, в общем, как-то себя вытаскивать. Тогда ещё была психосоматика Лизбурбо, Синельников, вот это вот всё. И я пыталась отпускать. У меня, вот я помню, это было, может быть, связано с сильной ревностью. Вот такое вот у меня претензии постоянно к партнёру были. Претензии, претензии. И вот тогда глаз прям сильно у меня полез. Ну вот, ну и, в общем, таблетки я ничего так и не пила. Вот я даже сейчас. И у меня всегда начинаю вот, когда я разговариваю, видите, пятна. Сразу вот, вот, то есть, если вдруг мне стоит там чуть понервничать, я сразу начинаю вся вот так вот покрываться. Ну вот. Напомни мне, напомни мне, пожалуйста, как тебя зовут? Марина. Да, Марина, я себе сейчас запишу. Марин, вот давай через здесь и сейчас скажи, пожалуйста, вот когда сейчас вышла в эфир, когда стала со мной разговаривать, пошли какие-то чувства, ощущения? Что сейчас происходит с тобой? Вот сейчас прям дыхание сбивается. Такое состояние тревожное, что на меня смотрят, что меня видят. Ну, в общем, что высунулось. Вот какое-то такое состояние, что я высунулась. Что-то высунулось. Вот это вот чувство тревоги, чувство тревоги, которое заставляет, как оно заставляет тебя чувствовать себя? Вот есть тревога, и что дальше? Какое следующее состояние это запускает? Вот даже я не могу понять. Я пытаюсь, ну, сколько я уже с вами в психосоматике, я пытаюсь понять, но не могу понять. И вот сейчас опять у меня месяца, наверное, два. Меня прям бомбит каждый день почти вот это состояние, что резко прям начинает трясти, надо срочно поесть. Поела в пот вот это вот всё, и состояние сонное вот такое. Я вот уже сейчас сидела-сидела, думала-думала, но не могу понять, вот что меня... Давай, смотри, мы сейчас с тобой не будем рассматривать, что с тобой происходит там, в те ситуации. Ты сейчас сосредоточься на том, что с тобой происходит сейчас. Мы поняли, что есть верхнее чувство под названием тревога. Дальше что включается? Что мне хочется сделать? Что я должна сделать? Что это такая за тревога? О чём эта тревога? Вот я прям чувствую, с твоим телом начинает там что-то происходить. Я прям чувствую вот здесь у себя напряжение такое, как будто бы здесь что-то начинает пульсировать. Да, да, да. Вот как бы что твоё тело в этот момент начинает делать? Что оно хочет для тебя? Как оно включается? Расскажи, что там, как метафорически, да, представь себе это. Я даже вот не могу никак понять вообще, что это. Ну, какие приходят ощущения, помимо тревоги, давай посмотрим. А, кстати, мне интересно, ты говоришь, я не могу понять, что это. А что именно ты пытаешься понять? Какой вопрос? Я пытаюсь понять. Я понимаю, что щитовидка же связана всё-таки с конфликтом скорости. А, понятно. Давай вообще это всё сейчас, не будем на это ориентироваться, да. Твоя задача, я вижу, что, так, я вижу, что на самом деле чувства идут яркие. Ты меня слышишь, да, у меня немножко? Да, да, да. Я вижу чувства и эмоции у тебя идут яркие. Я думаю, наши зрители тоже сейчас могут это заметить. Я думаю, видно, что человек немножко рассосредоточен, что у него такое жёсткое волнение, да, что с ним такая тревога какая-то происходит, раскоординация немножко мыслей, чувств. Много там чего, что можно оттуда брать, сейчас начать вытаскивать и называть. Но как будто бы твоё внимание сейчас направлено на какой-то определённый конфликт, и ты как будто пытаешься его на себя наложить и понять. Так, 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 это про скорость, а у меня это о чём? Как это согласуется? Сейчас про это не нужно, да. То есть то, что ты знаешь, сейчас просто пускай будет где-то в другом месте, да. Вот ты просто сидишь, с тобой просто происходит какая-то реакция, реакция, расскажи мне, что это за реакция. Чувство тревоги, ты тревожишься. Давай так, о чём ты тревожишься? Наверное, я думаю, что всё-таки я боюсь, что я что-то не то скажу, покажусь какой-то... ну, какой-то дурочкой, что ли. Вот это вот частенько меня тревожит. Хотя, и вот в разговоре, если я начинаю с кем-то разговаривать, даже я не тревожусь, я спокойно, я с коллегами на работе, и я начинаю что-то говорить просто, да, говорю, и всё, я начинаю вот так вся покрываться. Да, вот когда ты сейчас начинаешь со мной говорить, просто говорить, ты начинаешь вот так вот вся покрываться, да, то есть тело начинает очень остро, очень ярко на что-то реагировать. Вот здесь вот у тебя повышается температура, как ты чувствуешь? Неправильно, я вот сейчас красную. Да, то есть тебе становится жарко, да, то есть ты как будто бы энергия начинает из тебя выделяться, да? Да, да. Ты чувствуешь подъём энергии? Ты чувствуешь подъём энергии, то есть это точно не проспад энергии. Я чувствую вот в эти моменты потом, что мне вот как раз после этого становится плохо. Вот сейчас, в данную секунду, вот давай, до того, как ты вышла в эфир, до того, как мы стали разговаривать, и я тебя вывела, да, сколько было энергии от нуля до десяти? Если ноль, я спокойна, это моё обыденное состояние, десять у меня зашкаливает, из меня льётся прям энергия. Вот как бы ты сказала, на сколько поднялось? Ну, я могу сказать, что она у меня не лилась, потому что сегодня мне было плохо, и я пришла, всё вот такая. Ну, было спокойствие, если говорить о спокойствии, то было, наверное, на девятку. Я была спокойна, я вообще не собиралась в эфир, и вдруг резко я взяла, и вот это всё так спонтанно, неожиданно, и, конечно же, я всё вот сразу. И сейчас... Вот тревоги у меня сейчас, было спокойствие на девять, сейчас у меня тревоги, наверное, уже на семь. Было прям на десять, когда я только вышла. Сейчас уже вот снижается. Вот смотри, что происходит. Я тебе задаю вопрос, что если твоя, твой уровень энергии, вот ты находишься в спокойном состоянии, энергия какая-то у тебя есть. Вот таз, который ты провела сегодняшний день, это твоё спокойное состояние. Когда ты выходишь в эфир, тебе становится жарко, очевидно, что энергия начинает выделяться, очевидно, что её уровень начинает расти. И я прошу тебя ответить на вопрос, насколько она поднялась от того уровня, который была. А было, допустим, у нас ноль, десять — это максимальный уровень, который может быть. Насколько она поднялась? Я думаю, на десять, на десять. Вот. То есть мы констатируем с тобой, что в момент какого-то стресса твоя реакция организма — это выброс энергии. Да? То есть с тобой происходит какое-то самоощущение, которое толкает твоё тело на то, чтобы эту энергию начать вырабатывать. Давай посмотрим. У меня вырабатывается эта энергия. В тот момент, когда я начинаю волноваться, возможно, в тот момент, когда я начинаю с другими людьми коммуницировать. И вот через то, что с тобой происходит сейчас. Вот в чём опасность этой коммуникации нашей с тобой? Вот прям всё, что приходит в голову, давай сейчас достанем. В чём твоя угроза здесь? Что ты начинаешь выделять энергию? Очевидно, что если ты выделяешь энергию, то, значит, ты к чему-то готовишься. Не секрет, что щитовидка, щитовидка — у нас главный конфликт щитовидки, да, это когда человек готовится, он мобилизуется, он вырабатывает, он в каком-то стрессе, и он вырабатывает какую-то энергию. То есть мы помещаем себя, то есть не мы помещаем, а нам кажется, что мы оказались в ситуации, в которой нам надо быть готовым, готовым к какому-то, да, то есть к какому-то, может быть, рывку, и поэтому мы гормонально себе даём эту реакцию «Будь готов», да, если что, сделай этот там маневр какой-то, соверши какое-то действие. Давай посмотрим. Вот у тебя этот паттерн, он запускается уже в любой ситуации. Если у тебя красное, как только ты начинаешь с кем-то коммуницировать, давай посмотрим. Вот сейчас здесь ты выходишь в эфир. Расскажи мне, что ты чувствуешь, в чём твоя опасность, в чём угроза? Ну вот почему-то приходит в голову, что, а вдруг я что-то не так скажу. Вот такое, что говорить, вот именно по поводу, я заметила, что когда я разговариваю, у меня, хотя как бы я нормально, вроде кажется, я себя нормально, спокойно чувствую, но либо боюсь, что что-то не так скажу, наверное. И вот я сейчас думаю, либо мне нужно, может быть... Давай докрутим. Если я не так скажу, если я не так скажу, чего я больше всего боюсь дальше? Почему тело так включается? Что для меня в этом такого страшного? Вот ты сейчас что-то говоришь не то. В чём страх? Дурочка. Ты сейчас дурочка. Ты себя сама, допустим, сейчас оценила как дурочку. Вот что в этом состоянии самое страшное? Что такое пугающее? Не знаю, но что... Что про меня подумают, что я дурочка. Что другие будут думать про тебя? Да. Ну, давай представим, они думают это про тебя. Прям погрузимся в это чувство. И что там такого страшного, когда другие это про тебя думают? Вот представь все, кто смотрит сейчас, думают, всё, дурочка полная. Такую херню несёт. Как с ней вообще? О чём с ней вообще? Ничего не понимает. Это вопрос про одно, а она про другое. А я, кстати, об этом тоже подумала. Как и есть вообще. Катя, про это она, про то. Ну, мы полная дура. Что? Сейчас поднимается энергия, мне кажется, теперь жарче становится. Да. Да, сразу прям. Вот давай посмотрим. Что хочет тело сделать, когда ты понимаешь, что всё, это полный позор, я думаю. Наверное, убежать. Так, наверное, или хочется убежать? Давай именно посмотрим, что хочется. через тело попробую. Вот оно такое жаркое, вот оно горит такое, что ему надо? Ну, смотаться. Смотаться. Куда бы оно рвануло сейчас? Давай представим. Куда-нибудь, где никого нет. Я одна буду переживать, что я дурочка. Ну, так, недолго. Чуть-чуть попереживаю. То есть, как только нас убрать зрителей, твоего позора, тебе станет легче? Я, конечно, попереживаю. Во-первых, я не готовилась, я всё как это сижу, я сейчас буду... Понятно, понятно. Это, конечно, это как раз тебе провокация такая, понимаешь? Это провокация как раз на твой диагноз. Ну, да, мне будет, конечно, легче, когда на меня не смотрят. Я так... Сколько ты... Сколько ты... Сколько ты... Сколько ты помучаешься этим позором и выдохнешь? Наверное, минут 10. Ну, я так разрешу себя просто дурочкой побыть. Как часто будешь потом возвращаться к этому чувству, к этому чувству дурочки? Сколько раз ты вернёшься в следующие там пару дней к этой мысли, что опозорилась? Ну, пару раз вернусь. Вот когда будешь возвращаться, какое чувство будет тебя сопровождать? Чувство стыда. Чувство стыда. Ещё что будет? Что будет хотеться сделать? Телом, телесно. Вот попробуй почувствовать, что будет телом хотеться. Спрятаться. Спрятаться, может быть, да. Как-то. Как-то. Да, как-то. Как-то вот так вот как-то будет закрыться. Вот какой ты сейчас можешь сделать вывод по тому, что мы сейчас обсудили? Можешь ли ты подвести какой-то вот вывод этому всему делу? Мы ещё, кстати, не прощаемся. Это просто вот я хочу посмотреть на рефлексии, как она там. Не могу ничего это делать. Потому что я опять начинаю думать, что у меня бывает это, и когда я ни с кем не общаюсь. Просто... Когда ты ни с кем не общаешься, давай вспомним такую же ситуацию. Когда ты ни с кем не общаешься, и вдруг что случается? Что происходит? Вот это начинается состояние, что как будто мне... Ну вот как будто сахар падает. Такое состояние вот именно трясти мне начинает. Трясти, мне нужно срочно поесть. С какими эмоциями с какими эмоциями это происходит у тебя? Я даже не... Я не могу помнить, какие эмоции. Просто это так резко... Вот сегодня даже пытаюсь помнить. Вот просто состояние, как будто я тебя как будто я выжатый лимон. Вот просто как будто энергия куда-то утекает в этот момент. Если я ни с кем не общаюсь, я не краснею. Мне резко становится плохо. Энергия как будто вот все, ушла куда-то, ее нет. И мне надо срочно поесть, 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 и я начинаю в этот момент... Вот скажи, насколько... Вот давай посмотрим, насколько это... Я вот сейчас показываю зрителям, как часто мы смешиваем разные состояния в одно и думаем, что это одно и то же. Вот смотри, сейчас, когда мы с тобой стали взаимодействовать, мы пришли с тобой к пониманию, что уровень энергии резко вырос, выброс энергии произошел. При ситуации, в которой я боюсь показаться глупой, боюсь показаться дурой, боюсь как-то выглядеть странно, боюсь опозориться, мой организм выбрасывает энергию. Он что-то такое делает, за счет чего у меня происходит мощный выброс реакции, мощная такая реакция химическая происходит, что мне становится жарко. Я готова к движению, я готова сделать какой-то маневр, что-то совершить. Желательно мне просто отсюда сбежать, скрыться. И ты говоришь, дальше смотри, как логика раскручивается, ты говоришь, я не могу сейчас подвести какую-то черту, потому что я не только в общении с кем-то испытываю подобные ситуации. И когда мы начинаем раскручивать, а что же ты испытываешь, когда нет общения с кем-то, ты описываешь ситуацию противоположной этому. Ты говоришь, у меня была энергия, и происходит не выброс, а происходит спад. У меня вдруг происходит потеря сил. Подожди, ты говоришь, потеря сил. Ну, хорошо, скажи. В момент, когда я общаюсь, мне не бывает прям вот такой трясучки у меня нет. То есть я общаюсь, у меня, да, подъем, вот это покраснение, может быть, все. Все, я пообщалась, и буквально, может быть, через там 10 минут, может быть, через час, там, да, меня накрывают, и вот тогда потеря. Да. Как ты думаешь, если в какой-то момент у тебя было вот столько энергии в твоем организме, вот здесь, вот организм, в нем что-то произошло, у него реакция вот так поднялась, он затратил какой-то ресурс? Ну, чтобы вот здесь был. Да. Он затратил. И в тот момент, когда организм перестает вырабатывать вот этот вот ресурс, вернее, когда он перестает вырабатывать эту энергию, когда он понимает, что опасности нет, происходит сначала снижение, но он же потратил, происходит откат. Да, то есть снижается уровень энергии. Те приступы, которые ты чувствуешь, что ты потеряла энергию, что у тебя спад произошел, это обратная сторона медали под названием «когда у меня сначала вот так наверх, а потом у меня идет вниз». Все в общем, все в общем, это одна проблема, да, это вопрос моей мобилизации, это вопрос того, что я не знаю, как себя в моменте защитить, и мое тело включается, я не знаю, как противостоять тому чувству позора, чувства там, собственной глупости, да, там, какой-то неправильности. Для меня настолько это непереносимо, то есть нету внутри человека возможности перерабатывать это чувство, уменьшать его возможное, не ощущать его как столь опасным, да, вот это состояние «я дура, я глупая, я сейчас вообще что-то не то», да, причем у тебя ты такой сенситив, ты такой чувствительный человек, что даже просто какая-то чуть более волнительная коммуникация, она уже запускает у тебя вот эту вот повышенную энергию, да, такая идет, но вопрос в чем? Вопрос-то как раз в том, что именно оценивание себя, ты оцениваешь себя в этот момент как супер критично, твой взгляд на себя такой жесткий, рождаются вот эти идеи, что дура какая-то не то сейчас ляпнула, не то сказала, выгляжу плохо, и затем вот этот вот паттерн мобилизации, да, выброса чего-то в тело, да, ну, ты пользуешься щитовидкой, кто чем, кто пользуется там, у кого диабет, ты пользуешься щитовидкой, и, конечно же, потом идет спад. Что бы я сказала? Твое ведущее чувство, это чувство стыда как человека, у которого нету возможности безболезненно соприкасаться с собственным несовершенством. Твою бы терапию я построила, если бы сейчас, да, я бы загрузила тебя там в транс, и мы пошли бы, да, я бы стала бы работать с твоим, вот с твоей-то непереносимостью собственного несовершенства, вот этим страхом. Да, вот даже я себе, я вот сейчас говорю, я понимаю, что мне хочется очень-очень тщательно подбирать каждое слово, потому что я как будто бы даже боюсь в какой-то степени, знаешь, боюсь тебя ранить, да, боюсь вот что-то такое сказать, что выключится камера, и ты пойдешь оплакивать это. Вот как будто бы я чувствую эту хрупкость твою. Ой, Господи, сколько народу посмотрит это. А я не причёсанная, я просто не успела, не думала, и вот, да. А скажи, давай вернёмся, какая твоя часть написала запрос и захотела в разбор? Кто это был? Я бы, конечно, никогда бы так не вышла, но здесь просто меня это уже мучает месяца два, то, что со мной происходит. Ну, кто-то захотел выйти. Какая-то твоя часть такая, да, вот мой запрос, вот, вот, нати. Что, кто это такой в тебе, кто может это? У меня вообще эта часть тоже так довольно выражена по жизни, и я просто, бывает, что просто думаю, а, всё, пишу, и всё, и вот так. Я не даю себе, я, ну, ещё и близнец, и у меня вечно два человека во мне, как бы, я не даю тому прям даже раскрыть рот, я быстро могу раз, и написать, и всё. И уже, ну, просто я понимала, что если... Чего эта часть хочет? Давай посмотрим. Одна часть хочет не быть опозоренной, а вот эта часть, которая всё-таки кинула этот запрос, она чего для тебя хочет? Ну, она... Не знаю. Позорить меня. Да, не хочет позориться. А эта хочет. Не знаю я, ну, что она для меня хочет. Наверное, наверное, разобраться. Всё-таки. Да, наверное, разобраться. Если бы я начала сейчас думать, надо писать, не надо писать, надо писать, не надо, я бы, скорее всего, не написала. Это я прям не дала себе думать, я сразу написала, и всё. Ну, та часть, у которой нет сомнений, да, та часть, у которой нет сомнений, что мне нужна помощь, я хочу свою ситуацию обсудить. Я бы назвала, я бы назвала эту часть заботливой, но приходит другая, критикующая часть, перфекционистская, такая, знаешь, злокачественная, она же такая говорит, а теперь ты будешь мучиться. Такая нарциссическая. Я постараюсь. Пару дней я тебе гарантирую. Пятами души не покрываю. Я не буду смотреть эфиры. Без эфира два дня, с эфиром неделю будешь мучиться. Да, иначе я буду смотреть и краснеться, и пятнеть, в общем, это будет, не, не буду смотреть, наверное, опять же. Я вот, я так и не понимаю, что, вот, что мне делать, что, с чем работать. Сейчас запросим, сейчас запросим, сейчас запросим зал. С чем работать, друзья, как скажет мой коллега Миша Филяев, с чем работаем, с чем девушки работать? Разрешаем. С чем девушки работать? Есть ли здесь среди нас те, кто поняли, а с чем же все-таки ей надо работать? Сейчас народ нам с тобой подскажет. На самом деле, рекомендую тебе через какое-то время посмотреть, потому что ответ прозвучал. Да, ответ прозвучал, ты, может быть, сейчас просто в расфокусе, из-за того, что очень много... Да-да-да, очень много энергии, очень много, да, работать с принятием себя и своего несовершенства, с чувством стыда, да-да-да, то есть здесь про такую неустойчивость, да, с хрупкостью, с принятием собственного несовершенства, да-да, с... То есть терапия должна в целом тут, щитовидка, штука серьезная, никогда, ни у кого, не получалось ни за одну, ни за две сессии поменять вопросы, связанные там с аутоиммунными вещами, да, там с... Да, ну все правильно, девчонки нам ответили, да, то есть здесь я подведу, подведу некий финал, да, то есть такой итог подведу. Смотри, есть... Да, есть определенная хрупкость в точке собственной самооценки, да, такой внешний причем. Именно когда я взаимодействую с кем-то, кто на меня смотрит, вот прям сейчас была такая твоя самая страшная ситуация, да, в этой ситуации ты все-таки решилась, ты все-таки ее сделала, я бы в этой ситуации, ну хоть в какой-то степени сказала бы себе спасибо, потому что тот шок-контент, который ты сейчас себе устроила, да, он это, ну, ты вышла вообще за такие рамки, за такую вышла зону комфорта, что похвали себя за это. Ты знаешь, в какой-то момент да, в какой-то момент нужно понимать, что мир декорации, мир — это всего лишь пространство, в котором я могу себя либо проявлять, либо не проявлять. Я сегодня, потянулась моя рука, я захотела себя проявить. Допустим, я была несовершенна, допустим, я была непричесана, я сама себя оцениваю, как, мне не нравится, как я выгляжу. Но в любом процессе мы можем либо похоронить себя, либо сказать, я сделала, я это сделала. Я сделала то, чего я никогда не делала ранее. Да, вот просто попробуй сейчас произнести эту фразу. Блин, я сделала, я вышла на публику, я вышла в прямой эфир, я поговорила о своей проблеме. Страшно, прям сразу становится жутко, когда я подумаю. Да, я подумаю. Попробуй сказать это слово. Что я молодец, что я это сделала. Не что ты молодец. Я не думаю, что ты себя рассматриваешь сейчас как ту, которая молодец, ты просто скажи, а я вышла в прямой эфир, я смогла, я сделала. Я просто сделала. Мне даже это сказать сложно. Я с тобой. Я вышла, я вышла в прямой эфир, я это сделала. Да, я рассказала о том, что на самом деле меня тревожит. Когда мы вслух, публично заявляем о том, чего я больше всего боюсь, в этом есть своя магия? Ты ее почувствуешь? Конечно. Уже вроде как самый страшный страх за пла, и уже не страшно, кажется. И ты знаешь, сколько тебе людей сейчас сочувствуют, которые сидят и думают, бля, я бы точно не вышла. Я бы так и сидела бы, язык в задницу. Ничего бы никогда. Все, сколько сердечек сразу на эту фразу, понимаешь? Потому что люди же все такие, ё-моё, это да, это ни хера себе. С таким комплексом несовершенства человек просто взял, вышел в эфир и говорит, слушайте, да, у меня тут, я тут вся тут в жирафа превращаюсь. Самый страшный страх. Да, да. В общем, я думаю, что несовершенство, да. Ты посмотришь потом этот эфир, ты почувствуешь там идею, да. Я думаю, что девочки тебя поддерживают. Давай посмотрим, что девочки пишут. Сейчас появятся сообщения. Я сейчас, сейчас я тебя отпущу, да. Я тебя отпускаю, чтобы ты могла уже расслабиться, да. Я тебе вот что... Сейчас, подожди. Как мне тебя отпустить? Я не знаю, подожди. Ты знаешь, как себя отпустить? Давай ты на крестик нажмёшь, а я продолжу эфир. Умничка, сейчас тебе напишут хорошее слово. Моя история на сто процентов, видишь, пишут. Я сейчас... Спасибо большое за поддержку и тебе, Кать, спасибо. Я нажимаю на крестик, выйти совсем, да. Да. Да, Марина. Нажимаем на крестик, да. А я... Спасибо, я увидела в этом свой запрос. Марина, браво. Я сейчас подведу вам итог. Смотрите, друзья, про что у нас была... Про что у нас была... Про что у нас был этот анализ? Это, конечно же, это не про терапию, да. Это про анализ. Симпатяшка и прическа классная. Она очень эффектная. Она была у нас на курсе. Такая, знаете, такая очень интересная женщина. У нас там был единственный мужчина, который сказал, что очень эффектная женщина. Она об этом, кстати, не знает. Смотрите, что происходит. Чувство несовершенства может быть у многих. У многих может быть чувство несовершенства. Мы можем соприкасаться с этим стыдом. Мы можем соприкасаться с этим страхом, с этой тревогой. Боже, как я, что я? Но что уникального здесь, именно в случае Марины? Как бы вы подцепили бы эту мысль? Да? Как бы вы подцепили? В чём её кейс? В чём её суть, её защиты? Как она реагирует на свой стыд? Как она реагирует на этот страх несовершенства? Ключевые проблемы, какие бы мы здесь выделили? Сейчас я тоже это вам скажу. Как она реагирует? Как она реагирует? Как она реагирует? Кто схватил эту идею? То есть искать, например, в психосоматике тело будто хочет, чтобы его заменили, а она нет. Нет, я здесь этой связи. Ей хочется убежать. Да, ей хочется убежать. Смотрите, не у всех на чувство стыда желание, не у всех на чувство стыда тело выбрасывает такое количество энергии. Не у всех вот это вот забыла умное слово, когда тело меняет цвет, когда оно краснеет. Есть здесь среди нас врачи, которые знают, да? То есть у неё происходит что? Внутренняя планка, которой она не соответствует перфекционизму. Специфическая вещь, которая сочетается в нашей участнице, да, в Марине, здесь история про то, что когда мне стыдно, моё тело готовится к побегу, мобилизуется. Мобилизуется всегда, когда мы имеем дело с щитовидкой, когда у нас растёт там Т4, всегда нужно искать ситуацию, в которой человек готовится к чему-то. То есть он мобилизуется к чему-то, он как будто бы на стрёме, он как будто бы в состоянии таком, знаете, повышенной бдительности. Ему надо выстоять, выдержать, сориентироваться. Понимаете? То есть вот её конфликт, вот почему у неё на стыд вырабатывается энергия, да? Но я вам так могу сказать, что её реакция мобилизоваться, подбросить себе дровишек, это реакция не только на коммуникацию. Это если это 10 лет, то есть этот паттерн вот этот вот такой вот, да, она вспыхивает как спичка, она гореть начинает, да? Он будет запускаться у неё каскадно, сначала в одной ситуации, потом в двух-трёх, потом в четырёх, а не чем-то между собой. Допустим, общее в них будет слово тревога. Общее чувство тревоги идёт, и понеслась вот такая вот реакция мобилизации, да, за счёт чего? Вот, говорит, я вся мокрая сижу. Конечно, да, то есть в целом ситуация, когда ты выходишь в какой-то эфир, ты волнуешься, тебе может стать немножечко жарко, да? Но в твоём случае, да, то есть это прям масштабная такая, масштабная такая, я как это слово сейчас подберу, скажем, такая организация себе вот такого вот, да, там, готовности, да, то есть. Потому что в этом состоянии ты точно не заснёшь, в этом состоянии ты не расслаблен, ты весь как пружина, ты вот, если что, ты прям прыгнешь, понимаете? Нет, это не паническая атака, это не, нет. А потом, когда, когда вот это, вы понимаете, что с щитовидкой есть вот такие вот всплески вот этого, вот этого пика, когда вброс такой идёт, да? И когда у тебя хроническая уже история, ты должен понять, что так или иначе ты постоянно себя подтапливаешь, ты постоянно в этом состоянии вот этой готовности, как будто бы ты её подкидываешь себе, этих дровишек, ты в ней постоянно, в этой супербдительности, маневренности вот этого, вот этого, ты постоянно в нём находишься, да? И потом в какой-то момент, допустим, ты выходишь из этого конфликта, вдруг раз попал в ситуацию, когда не подкидываешь себе каких-то, нету в твоём восприятии чего-то, что этот процесс как бы актуализирует, да? Идёт резкий спад, это стадия восстановления. Вот это вот бессилие такое, знаете, сдулось. Это это состояние, когда ты, знаете, как вот энергетиков напился, ты такой на этом энергетике, да? А потом на следующий день ты всё, ты не алё, ты не можешь, у тебя ничего нету, ты такой сдулся. Вот то же самое происходит с ней, и она говорит, мне тогда надо поесть, потому что что? Потому что еда – это мой допинг, это мой допинг, которым я могу себя поправить, дать себе. И начинается выработка сахара, да? И я опять так раз-раз-раз и возвращаюсь, понимаете? Это про это. Мои хорошие, поработать можно со всеми, но, зайки, я больше, чем одного человечка, пока что не могу. Во-первых, у меня только что была терапия перед этим, да? Давайте, если вам нравится, если вам действительно нравится что-то подобное, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Почему я делаю редко разборы? Потому что, как мне кажется, они не находят такого отклика, как обычный эфир. Если вы считаете, что вот подобное взаимодействие моё с вами даёт вам пользу, пожалуйста, постарайтесь, дайте обратную связь, чтобы я понимала, что это классно, что это вам нравится, да? Чтобы вам это не скучно. Я вижу, сердечек вы миллион пускаете, да? Но пишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, чтобы я тоже это понимала. Так, зайки, сейчас я, тётя Катя, будет прощаться, потому что я сегодня столько уже говорила, что у меня крышняк едет. Я хочу напомнить, 16 июня, это уже через 15 дней, через 2 недели у нас будет вебинар, называется бесплатный, в шапке профиля, видите, уже робота включая, в шапке профиля есть ссылка на мой бесплатный вебинар. Это называется «Возможности психосоматики». Мы там будем очень мощно говорить, очень мощно будем говорить про психосоматику, там с презентацией, всё как обычно, в лучшем виде, как я люблю. А 24 числа мы, конечно, пойдём уже на курс. У нас будет трёхдневный интенсив, на котором мы будем учиться работать со своими чувствами, которые вот это с нами делают, вот это с нами запускают, да? Всё, зайки. Даже чуток полегче стало, но это прекрасно. Это прекрасно. Всё, прощаюсь. Пока, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok